Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, а вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон, и ведь совсем недавно только в бой вступили. 20 мая под Терново и у Харькова. Прям сходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего Харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке. Перекинули нас южнее, в район Булоцеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали и скарпы, контры и скарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление, пустили танков, видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули и начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять скарпы и контры скарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город, только два дня. Пришел приказ на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах. Вот тут уж думалось, нам долгонько полежим, черт за два немца через оскол пустим. А он не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась рама, двухфюзеляжный рекогностировщик Кокки-Вульф. И мы усиленно и всегда безрезультатно стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча проплывали куда-то в тыл косяки юнкерсов. Саперы мои копали блиндажи для штаба. Деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штатив на инструктивные занятия. Жизнь текла спокойно. Даже правда стала до нас добираться. Потерь не было никаких. И вдруг, как снег на голову, приказ. На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец, и тебе кажется, что во всем мире тишь да гладь. Начнет бомбить, ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался. Вот и сейчас так. Разнижились на берегу сонного, погрязшего в камышах оскола, и в ус не дули. Сдержали, мол, врага. Громыхает там на севере, ну пусть громыхает, на то и война. И вот как гром среди ясного неба в 23.00 шагом марш и без боя. Главное, что без боя. У Балацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем. Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж, если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное. А по-видимому, прорвался таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить? Товарищ лейтенант, повозку чем будем грузить? Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня. Мины будем грузить? Спрашивает. Машины не дали, что дело? Не дали. Тогда закапывай. На берегу остались еще? Остались штук сто. Ладно, десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай. Ясно. Лопаты все? В третьем батальоне тридцать штук. Топай за ними. Живо. Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган старательный, только слишком старшины боится. Да, надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу. В двенадцать, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка. Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли Уровцы, укрепрайон, забрали все свои. На нашем участке их было 15, сейчас осталось только 5. Два Максима и три Дегтярева. Особенно не разгуляешься. Ставим Максимы на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому. Фронт батальона увеличился больше, чем в три раза. На километр выходит по 10-12 бойцов, один от другого на 80 или 100 метров. Не густо, что говорить. Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северное окраине Петропавловки. Редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе. Ширяевский КП находится в подвале четырехэтажного изрешеченного снарядами дома. По-видимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Сам инструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, забирается в ящик с котятами. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.